В конце недели следующая макроэкономическая статистика привлечет внимание рынков. Так, в четверг Резервный банк Новой Зеландии обнародует свое решение относительно основной процентной ставки на июнь. Ожидается повышение уровня ставки до 3,25% годовых. На предыдущем заседании новозеландский регулятор поднял процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3% в апреле с 2,75% в марте. Решение соответствовало прогнозам экономистов. Это уже второй месяц подряд, когда ставка была повышена. В предыдущие 24 встречи ставка оставалась неизменной. Напомним, что Центробанк снизил учетную ставку 27 января 2011 года в попытке подстегнуть экономический рост. Глава Резервного банка Новой Зеландии Грэм Уиллер отметил, что экономика получила значительный импульс. ВВП вырос на 3,5% в марте, а глобальные финансовые условия остаются вполне благоприятными. Также в четверг в США опубликуют доклад по числу первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, количество новых заявок составило 306 тысяч на прошлой неделе. Неделей ранее показатель вырос на 8 тысяч с учетом сезонной коррекции и составил 312 тысяч требований согласно подсчетам Министерства труда страны. Аналитики ждали примерно такой же цифры – 310 тысяч. В последней неделе показания были нестабильными из-за затруднений сезонной коррекции, связанной с плавающими датами праздников, таких как Пасха. Тем не менее, общая тенденция на рынке труда свидетельствует об укреплении. Кроме того, в пятницу Китай обнародует отчет по промышленному производству. Эксперты сходятся во мнении, что индикатор прибавил 8,8% в мае. Апрельская динамика показала, что вторая по величине экономика в мире, возможно, замедляет свои темпы роста. Объем промышленного производства в апреле вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. Подобные цифры добавили спекуляции, что китайское правительство может не добиться своего целевого роста на 2014 год, который составляет 7,5%, и для достижения которого Китай предпринимает ряд ключевых экономических реформ. Также в эти дни выходят следующие макроэкономические данные. Так, в четверг в Австралии выйдет статистика по безработице и занятости за май. ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет по экономике. В США гласят данные по розничному сектору за май. Глава Банка Канады Стивен Полос выступит с речью. Кроме того, в пятницу в Великобритании Марк Карни, председатель управления Банка Англии, также произнесет речь. Японский Центробанк подведет итоги июньской встречи и сообщит свое решение по учетной ставке и целевому объему денежной базы. В Канаде выйдет доклад по объему производственных поставок, а в США – индекс цен производителей и индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.